Угличане поздравили 70-летним юбилеем настоятеля храма Михаила Архангелов Бару и Игумена Рафаила. Вечер, посвященный этому событию, прошел в стенах галереи под благодатным покровом. Первые слова поздравлений от представителей духовенства и светской власти. Твой любимый персонаж – это полупресерапевт. Полупресерапевт, все же есть, где его радостная, крестовство встретил. Но кто видел его на иконе улыбающимся? Никто. А из сердца у него выходила необыкновенная пасхальная радость. Трубачка, к тебе тоже приходишь, и видно, что ты не руками, а душой всех обнимаешь. Трубачка, мы тебя очень любим, поздравляем тех, кто любит людей. Все понимаем, что живем с необыкновенным человеком рядом. Но, наверное, не все осознаем у нас в личности. И не все думаем о том, что через 20-30 лет отец Рафаил станет легендой. А мы сегодня живем рядом и можем потрогать живую легенду. И, конечно, это очень здорово. Я, так что таких людей не много, но очень здорово, что он у нас есть. В конце 70-х годов выпускник Московского архитектурного института Сергей Симаков – постоянный участник неформальных выставок на Малой Грузинской. Много путешествовал. Однажды судьба привела его с женой Еленой в деревню Загайнова под Угличем. Супруги приняли непростое решение – навсегда уехать из столицы и кардинально изменить жизнь. Так художник стал священником, отцом Сергием, настоятелем храма Михаила Архангела в Бару, села Архангельское, расположенного в 4 километрах от Загайнова. Храм и его окрестности отец Сергий считал святыми. Здесь с 12 века стоял Михаила Архангельский мужской монастырь. В летописях сказано, что в 1610 году во время польско-литовского нашествия его дотла сожгли враги. С тех времен сохранилась и могила. Под сим крестом погребены тела избиенных и сожженных подвижников. Имя той святой обители – архистратига Божия Михаила. И 40 братьев, с ними 300 человек мирян, принявших мученическую кончину. Аминь. Я не очень любила деревню всегда. Мне как-то она не тянула. Я любила очень город, любила шум, вот этот вот такой сутолок, толчаю. Еще когда мы были с батюшкой маленькими, вот эти трамвайные звонки, вот мы обожали это все. А здесь это тишина, конечно, угнетающая. Первые годы мы здесь жили совсем одни, можно сказать. И просто волки выли за окном. Тяжело. И труд этот тяжелый. Но я бы сказала, что он очень разумный. Он тяжелый в меру, то есть в ту меру, в которую Господь и велел нам добывать хлеб свой в поте лица своего. Матушка Елена жила простой крестьянской жизнью и надеждой, что их мечты рано или поздно сбудутся. Но дожить до осуществления всех этих планов ей не довелось. Она знала, что больна неизлечимо, и вместе с мужем они решили, что оба примут монашество. Незадолго до своей смерти она стала Иннокеней Анной. А отец Сергий принял постриг с именем Рафаил. Вот мы смотрели недавно фильм, в котором мы видели, как батюшка ездит на лошадке в церковь. А я помню те дни, когда батюшка ходил с маленьким мешочком за спиной, пешком. В любую погоду, почему я, батюшка, говорил, у тебя же есть лошадка, а он говорит, мне ее жалко. Она идет по лесу, ее кусают по луты. Вот человек, меня восхитила вот эта скромность этого человека. Дальше мне восхитило вот желание человека возводить этот храм, что-то сделать для людей, жить для людей. К нему приходишь, он переживает за нас больше, чем мы сами на себе. Он сострадает вместе с нами, сочувствует. Это уникальная личность. Спасибо вам за все. В 2007 году неподалеку от Углического Кремля открылась галерея современного православного искусства и живописи под благодатным покровом. В основе ее экспозиции многочисленная коллекция картины Гумена Рафаила. Также здесь проводятся занятия и мастер-классы семейной традиции Руси, тематические экскурсии, жития святых, православные праздники в русских традициях. В 2007 год галерея открывается, батюшка передает все, практически все работы, созданные им, это порядка 180 единиц, передает фонды нашему музею. Вот в фильме прозвучала фраза о том, что работы батюшки находятся во многих музеях. Но я с неподдельной радостью и гордостью для себя, ну как бы отдала себе отчет в том, что лучшая коллекция находится в Углическом. И это дорогого стоит, и вот за это особая благодарность. Буквально за какие-то последние 10 лет галерея стала центром притяжения для практически всех категорий посетителей. Это и просто туристы, которые открывают для себя работы батюшки, внезапно, не ожидая, иногда не готовясь к этой встрече. Но очень активными посетителями в последнее время стали еще и детки. Вот они, пожалуй, не покидают залов наших практически никогда. В течение всей недели здесь проходят масса мероприятий. От всей души поздравляем вас с днем рождения. Выражаем искреннюю благодарность за многолетнее платотворное сотрудничество с музеем, реализацию выставочных и просветительских кайтов. Огромное спасибо. Господь, конечно, определил быть здесь, вот как-то получилось. Ясно стало, что надо это все собирать, и мы с супругой моей, с помощью Ивановны Михайловны, Виктору Ивановичу, тогда и сотрудников музея замечательного нашего угреческого, вот все это начали сколачивать, вот то, что сейчас здесь получилось. И огромное спасибо всем, кто приложил к этому уроку и не дал, в конце концов, пропасть тому, что было сделано, потому что это все в Москве, там, в гараже, моего друга распадало и покрывалось водой и плесенью. Ну, в общем, великое дело здесь делается. И огромное спасибо всем, всем вам, всем тем, кого уже с нами нет, но все равно они присутствуют и здесь, и в нашем храме. Михаил Архангел на каждом богослужении, мы все соборно, вместе с представителями Богом. И с Его помощью мы можем совершить все хорошее для близких наших, и дальних, и для детей наших. Спасибо вам огромное. В череде бесконечных забот и проблем юбиляр остается безгранично творческим человеком, пишет статьи, книги, снимается в фильмах. В 2011-2012 годах организуют передвижные выставки авангардных живописных работ, созданных им самим и друзьями-художниками. Помимо Углича выставки авангарда состоялись в Ярославле, Кашине, Костроме, Рыбинске. Особые отношения сложились у священника с редакцией «Углической газеты». За годы сотрудничества он нашел в ней не только профессиональных помощников, но и преданных друзей. Отец Рафаил – это наше культурное достояние. Когда он в редакцию бежит, он всегда стремительно это делает. Мы знаем, что идет с идеей, то ли Иреб поручит какие-то иллюстрации рисовать, либо книжку надо набирать. Кстати, два тома его дневников вышло, вы уже говорили, да, отец Рафаил? Не сгоняю. Ну, где-то их надо искать и читать. Пока ищите. Тоже так, видимо, в одном месте, но не очень. В общем, если бы отца Рафаила Углича не было, то его следует придумать. Но он у нас есть, и поэтому он будет еще в память. И тесура Углича очень много приобрела и будет еще дальше. То, что авангард к нам пришел, ну, это просто отец Рафаил, его привез на своем грузовичке или что-то в этом. Помимо того, что являетесь отцом быковым, очень для многих чат, вы еще все-таки в душе творческих человек. Вы и пишите книги, вы сами теперь снимаете фильмы. И вот, чтобы вот это вот творчество, оно все равно. Многие вам лета. Благодаря вам пополнялся наш фонд православной книги. И все, что у вас тоже было когда-то, вы всегда вспоминали и нам дали. И спасибо вам большое. И не только в Центральной библиотеке, но и в других таких библиотеках, как Семейного чтения в Солнечном и в Библиотеке Старости, но очень много книг, подаренных вами. И, конечно же, спасибо вам за тем мероприятия, посвященные Ольге Федоровне Вербольц, в которых вы неоднократно участвовали. И я, Виктор Иванович, не даст салай. Вы теплеливо всегда присутствовали, да. Вы слушали, может быть, что-то не совсем, о том, что мы говорили правильно, всегда. Да, отзывались хорошо. Спасибо вам за все. Спасибо. Не менее теплые чувства связывают Игумена Рафаила с улическими художниками. И хоть сам он давно уж не пишет, за творчеством коллег следит с интересом. Мы придемте к нам в наш дом всегда, мы вам очень рады. Мы, как всегда, посидим на нашей этой кухне, по-прежнему человеку, говорим о жизни, о картинах. И спасибо большое за молотой творог, которую Смеши нам всегда присылается. Это очень трогательно. Спасибо вам за все. Спасибо. Еще одной значительной вехой в жизни юбиляра можно назвать дружбу с выдающимся российским кинорежиссером Алексеем Балабановым. В последние годы жизни Алексей Балабанов тяжело болел, но бережно хранил отношения с человеком, ставшим для него духовным наставником. Незадолго до смерти он обвенчался со своей супругой в храме Михаила Архангела в Бару, а своего духовника запечатлел в кинофильме «Морфий». В июле 2012 года в деревне Загайнова, где долгие годы проживает батюшка, был освящен новый деревянный храм во имя митрополита Филиппа Московского, дальнего родственника отца Рафаила. Это стало возможным благодаря его неустанным трудам и помощи многих бескорыстных помощников. Когда строился храм деревянный в честь митрополита Филиппа, память которого сегодня упоминалась, архиерей очень сомневался вместе с благочином, а стоит ли там, где нет прихода и вообще люди не живут, освящать храм. Но в общем-то у батюшки была своя логика. Будет молитва, будет храм, и люди придут. И вот когда освящали храм, родился мой первый внук, и там его крестили. Прям буквально, вот мы только выписались из больницы. А сегодня уже пятого внука мы будем собираться и крестить в этом храме. Поэтому, конечно, для нас отец-настоятель не просто игумен, но и отец родной. Спасибо вам, батюшка. Вы знаете, сестра Фаил, я в этот год, 2001 год, летом мы действительно первый раз приехали, мы с вами познакомились. Я поняла, что я дома. В 2007 году я пришла в эту галерею, посмотрела эти картины, и я тоже поняла, что я дома. Каждый раз, когда я, пусть не так часто приезжаю, прихожу в Архангельское, там, мы называем, летний наш приход, я каждый раз понимаю, что я дома. Я вообще хочу сказать, отец Фаил, определительное качество, ваше личное качество, делать мир вокруг себя, а днём с вашим домом, он очень многого стоит. Мы говорить ничего не будем, кто-то мы вас любим, вы знаете, а наш фильм расскажет о том, как мы все вас любим. Все. Все. Не только мы, а все. О, Господи, ас долго шёл, прими, прости и помоги мне. Бачка, здравствуйте, мы хотим вас поблагодарить. Глядя на вас, хочется расправить плечи, выпрямить спину, опустить вниз глаза и маленькими шажочками идти вперёд. Глядя на то, как вы преодолеваете все трудности, нам просто стыдно роптать на те мелочи и камушки, которые попадаются на нашем пути. Глядя на то, как вы видите,